Пятый класс, 31 серия. Логика. Одно из основных понятий в логике – это понятие высказывания. Высказывание – это всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить. Истинно оно или ложно. Например, истинное высказывание. Число 9 делится на 3. Да, верно, 9 делится на 3. Это истинное высказывание. 12 – нечетное число. Нет, это неверно. Значит, это высказывание ложное. Не является высказыванием. Х больше, чем 5. Значение х неизвестно. Мы не можем сказать, истинно оно или ложно. Значит, это невысказывание. Из любого высказывания можно получить его отрицание при помощи частицы «не». Причём, если исходное высказывание было истинным, то его отрицание ложным. Ну, например, 6 делится на 2. 6 делится на 2 – это истинное высказывание. А теперь добавим частицу «не». 6 «не» делится на 2. И получится ложное высказывание. И наоборот. Если сначала было ложное, добавляя частицу «не», мы получаем истинное. Первая задача. Из четырёх учеников, имена которых начинаются с букв «а», «б», «в», «г», Один отличник. Кто отличник? Если в тройке «а», «б», «в» есть отличник, в тройке «а», «в», «г» есть отличник, а не отличник. Так, ну, давайте сравним тройки «а», «б», «в» и «а», «в», «г». Обратите внимание, повторяются буквы «а», «в», «а», «в». Значит, отличник либо «а», либо «в». В третьем пункте говорится о том, что «а» не отличник. Значит, отличником будет «в», ученик, имя которого начинается с буквы «в». Вторая задача. Среди четырёх утверждений три верных и одно неверное. Первое утверждение. Число «х» делится на два. Второе. Число «х» делится на четыре. Третье. Число «х» делится на двенадцать. Четвёртое. Число «х» делится на двадцать четыре. Нужно выяснить, какое же одно из этих утверждений является неверным. Ну, давайте начнём с последнего, с четвёртого утверждения. Может ли это утверждение быть верным? Если верно это утверждение, число делится на двадцать четыре, значит, тогда будут верными и первое, и второе, и третье. А по условию говорится, что одно из них должно быть неверным. Значит, четвёртое не может быть верным. Четвёртое утверждение неверное. Третья задача. Сколько различных пятизначных чисел, у которых первая цифра – один, третья цифра – три, пятая цифра – пять? Значит, на втором месте может быть записана любая из десяти цифр. И на четвёртом. Тоже любая из десяти цифр. Первая цифра уже в условии задачи известна. По условию задачи – это цифра один, одна-единственная возможность. Третья цифра тоже известна, одна-единственная возможность. И последняя цифра – пять, одна-единственная возможность. Перемножая возможности по правилу произведения, получаем ответ. Таких чисел будет 100. Четвертая задача. Сколько различных трехзначных чисел, которые в своей записи не содержат ровно две пятерки? Всего трехзначных чисел 900. Потому что на первом месте может быть любая из 9, потом любая из 10, любая из 10. Итак, 900 трехзначных чисел всего. Теперь давайте определим, сколько же среди них будет таких, у которых ровно две пятерки. Итак, две пятерки могут быть записаны на первом и втором месте. Значит, на последнем месте может быть записана любая цифра, кроме пятерки. Потому что пятерок должно быть ровно две. Значит, таких чисел, которые начинаются с двух пятерок, будет 9. Хорошо. Допустим, пятерка на первом месте и на последнем. На втором месте может быть записана любая, кроме пятерки. Значит, тоже 9 таких чисел. Так, ну а если пятерка записывается на втором месте и на последнем, на первом месте не должна быть пятерка и ноль быть не может. Значит, таких чисел будет 8. Так, складываем 9, 9 и 8. Получается 26. Ну а теперь, чтобы ответить на вопрос задачи, нужно найти значение разности. 900 минус 26. И получаем ответ. 874. Это ответ. Субтитры сделал DimaTorzok